Добрый день, мои дорогие подписчики и друзья! Вы на канале Гармония Каменистого Садика вместе с Ольгой. И я очень рада, что мы снова вместе. Вы, наверное, обратили внимание, что в моем саду много хвойных растений. И действительно, посажены они мною не случайно. Дело в том, что лето у нас в Санкт-Петербурге короткое, а климат, особенно и в его северной части, уж очень капризный. Поэтому не все мои любимые растения могут долго радовать меня своим цветением. Вот здесь для украшения сада и приходят на помощь эти неприхотливые хвойные, которые прекрасны в саду в любое время года. Но сегодня, дорогие друзья, речь не о них, а о наших любимых розочках, которые радуют нас своими очаровательными цветами в летний и такой непродолжительный сезон. А сейчас я приглашаю вас в свой молодой розарий, который формировался в саду летом 2020 года. Не судите моих малышей строго, ведь они еще не набрали мощи силу своего цветения, но кое-какие розочки уже успели порадовать меня нежными бутонами и распустившимися цветами. В основном в розарии посажены розы из питомника Элит. Также здесь растут и развиваются саженцы из питомников Кубань-розы и Королева-роза. Если вам, дорогие друзья, будет интересно, как я получала посылки с этими саженцами и делала их посадку, то посмотрите видео на канале Гармония Каменистого Садика. Ну а что я еще хочу добавить, что после посадки розочки, конечно же, развивались все по-разному. Некоторые из них быстро набрали листовую массу, сформировали бутоны и зацвели, а некоторые были послабее и наращивали корневую систему. Сейчас я расскажу вам о некоторых сортах этих роз и покажу, как развиваются молодые саженцы. Вот в этом месте я посадила рядышком три кустика розы флорибунда. Называется Хайди Клум от Тантау. Этот сорт назван в честь немецкой киноактрисы Хайди Клум. Кустики миниатюрные, компактные, а бутончики небольшие и плотные. И хочу отметить, что они очень устойчивы к дождю. Цветочки имеют насыщенный аромат и красивый окрас лепесточков, от розово-малинового до темно-фиолетового. А это прекрасная француженка розочка Шанталь Мерьё. Создал этот сорт селекционер Массат. Кустик хорошо за это время нарастил листовую массу. Листочки у него ярко-зелёного цвета, глянцевые и устойчивые к чёрной пятнистости. На каждом цветоносе по 2-3 цветочка розового цвета, старомодной формы. Они густомахровые и с прекрасным ароматом малины. А вот ещё одна флорибунда сорт Леонардо да Винчи селекционером Мияно. Она считается одной из любимиц у многих цветоводов. Листья у неё глянцевые, тёмно-зелёные, а цветы розовые и очень красивой формы. А здесь я посадила 2 кустика розы с таким сложным названием, как Домен де Сен Жан де Баррегард. Это пышно-цветущая флорибунда селекцией Дель Барт. Цветочки у неё фуксиевого цвета с серебристой каёмочкой. Кустик заявлен быть невысоким, но с большими шапочками цветов. А вот это очень нежная розочка флорибунда сорта пастелла. У неё небольшие густомахровые цветочки неяркой окраски, но именно этим они и привлекают к себе внимание. А бутончики пастельных оттенков смотрятся очень нежно и изысканно. А сейчас обратите внимание на эту розочку нежно-пудрового оттенка. Это японская пиановидная роза Цумуги. Её бутончик состоит из множества лепестков, а цветочек имеет очень приятный аромат с нотками лаванды. Эта молоденькая чайно-гибридная Лоран Каброль ещё только набирает силу роста. Цветочек зато у неё уже очень красивой формы из множества нежных лепесточков с лососёвым оттенком. А вот эта кустовая пионовидная розочка сорта Туркиш Делайт имеет очень необычную форму цветочка и нежно-розовый оттенок многочисленных лепестков. Листва у неё тоже ярко-зелёная и глянцевая. И ещё, дорогие друзья, я давно хотела посадить в саду почву-покровную розочку леску Атра Сизенс. Купила два саженца и, учитывая, что кустик этот раскидистый, посадила в другом розаре, сделав каменную опору для её побегов. А здесь, на фоне хвойного островка, которому я хотела придать немножечко яркости, я посадила 10 кустиков почву-покровной сангрии. Если вам, дорогие друзья, будет интересно, как я делала посадку этих саженцев, то посмотрите видео на канале. Оно называется «Получение посылки из питомника Кубани Роза». В общем-то, я давно хотела приобрести саженцы этого сорта, так как у этой розочки очень длительное обильное цветение, и её можно использовать в качестве бордюров. Розочка фоксиевого цвета с сильным ароматом, имеет густые цветочки и напоминает яркий коврик на фоне такой хвойной зелени. И я надеюсь, что сорт этой розочки будет украшением в моём саду. И, наверное, последний сорт розочки, о которой я хотела бы сегодня вам рассказать, это роза «Флорибунда» от селекционера «Кордес». Называется «Замерсони». Среди моих молодых саженцев этого сезона она, пожалуй, проявила себя лучше всех, нарастила хорошую листовую массу и неоднократно ещё и цвела этим летом. Цветочки у неё очень красивые, в коралловых и розовых тонах, а обратная сторона лепесточков – кремово-жёлтого цвета. А при полном раскрытии розочка показывает вот такую нежную жёлтую серединку. Листва у неё яркая, глянцевая, и пока я не заметила, чтобы она подвергалась чёрной пятнистости. А во время дождя её бутончики и цветы, в общем-то, не страдают. Вот такая юная красавица появилась этим летом в моём саду. И если у вас, дорогие друзья, ещё нет такой розочки сорта Саммерсони, то приобретайте её, и она будет радовать украшать ваш сад. Я надеюсь, что эти молодые розочки хорошо перезимуют и в следующем летнем сезоне покажут более обильное цветение. А я обязательно сделаю видеоролик для вас, дорогие друзья, чтобы показать, как розы изменились и подросли. А вам спасибо, что заходите в гости в мой каменистый садик. Всегда рада вас видеть. Ну, а с вами была Ольга. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»